Так, пора бы чекнуть, чё там люди написали про ролик со спором. Блин, точно, как же я мог забыть? Ну, неплохо, знаете. Я думаю, пора приступать за вторую часть. Ну а перед началом я хочу зачитать один комментарий. Сейчас бы с Лидона плагиатить. Так, давайте сделаем вот так. Я буду говорить чуть-чуть помедленнее, поспокойнее. Немножечко делать упор на букву Э вместо Е. Сделаю голос чуть-чуть более басистым. Юзану красивый текст. И кажется, я что-то забыл. Ах да, пенис. Вот теперь другое дело. Ладно, ладно, шутки в сторону. И давайте лучше вспомним, ну точнее вспомню я, а вы увидите, какие же карты я создавала бы. Спор Галактик Адвенчурс! Данный выпуск будет последним, но будет насыщенным. Я вам это не обещаю. И первое приключение называется Город приключений. Да, это не мое приключение, это официальное приключение от Максис. Дело в том, что я переустановил спор, и все сохранения у меня улетели. А для того, чтобы играть в космические приключения, нужно пройти самое первое приключение от Максис. А для этого еще нужно создать капитана. Вот кого же я создал. Ну что ж, создадим сейчас какого-нибудь Пваху Хитсбрайса, наверное. Итак, как мы знаем, наш Пваха Хитсбрайс это кит. И да, самое главное надо не забыть. Он у нас синий. Это... Это самое главное. Итак, первое наше творение называть Стэнли и Кларк на Марсе. В общем, для начала, добро пожаловать на Марс. Да, в свои 10 лет я думал, что Марс выглядит именно вот так. Тут есть, кстати, какие-то каньоны, реки. В принципе, я, насколько помню, я их делал на основе настоящих каньонов и рек. Естественно, у меня ничего не получилось похожего. Давайте поиграем в это приключение, наконец. Здесь, кстати, играет достаточно качевая музычка. Вот это их корабль, на котором они прилетели. Возможно, мы все вместе прилетели. Давайте поговорим с ними сейчас, что ли. Мы можем поговорить с Кларком. Марс! Если тут пришельцы, я бы удрал. Че ты? А? О, смотрите, таймер даже есть какой-то. Пришельц, они все боятся его. Давайте мы его уничтожим. А у него всего 100 хп, хотя он дружелюбен. Но его убил метеорит. Как же, блин, жалко. Офигенно! В общем, в этом суть всех приключений со Стэнли и Кларком. Следующее наше приключение называется Техасы. Насколько я помню, оно чисто красивое. Ctrl-Alt-C. О, да, я вспомнил, отлично. В общем, здесь играет такая стандартненькая деревенская музычка. Прямо сейчас мы полетаем в режиме ноу-клипа. Ну, хотя, как ноу-клипа? Почти ноу-клипа. Мы здесь можем посмотреть, как вообще люди живут на Диком Западе. Кактусы прямо... Опа-на. Эта камера сама приехала. В общем, вот так вот выглядит дико западный городок. Вот это вообще, хрень, это должен был быть золотой рудник. И, как можно заметить, тут есть рельсы, где поезд, точнее, одни вагоны везут уголь. В качестве старателя я взял своего старого персонажа. И да, я когда-то играл таким персонажем. То есть, это был мой капитан, можно сказать. Ну, да и на этом, в общем-то, все вроде. Ну, с этим приключением, в смысле. Следующая карта называется Защитить станцию. Если честно, я вообще не помню что-то такое. Защити буровую установку. А, окей, буровую установку. Давай, грузись. Видать, что-то я там крутое намутил, раз оно так долго грузится. Я не знаю. Вообще, не помню, что уже там находится. Ядрит, мадрит, просто что это? Ядрит твою налево. Я вспомнил. Я, черт подери, вспомнил, что это такое. Я даже вспомнил, как я дошел до ее создания. Блин, это, безусловно, самая красивая вещь, которую я тут вообще видел. В общем, история того, как создавалось это приключение. Я сидел на русском языке, и в учебнике я увидел картинку, очень красивую картинку. Собственно, вот этого вот, что вы сейчас видите перед собой. И я вдохновился создать вот такое. То есть, вот такой вот нефтяной станции. И, блин, реально, я считаю, что вот это вот самая красивая карта, которую я делал когда-либо. Так, посмотрите. Ну, блин, ну реально, ну я уж когда-то такое делал. Охренеть, я сам в шоке. А вот он и реактор станции. Опа! А вот он начинается, главный замес. Да уж, странно, что здесь вообще нет никаких работников. Тут просто появляется орда, которая начинает ломать весь этот реактор. Ну, давайте мы их вот так вот побыстренько, мистерским образом убьем. Опа, я переместился куда-то. Уничтожь барбаросов, окей. Тут есть босс. Да, с ним будет трудненько. О! Тут, оказывается, есть еще мои солдаты, которые хрен пойми чем заняты, они просто стоят. Но я тоже так могу. Не, кунфу. И все. Итак, это приключение называется Подводный мир. И у меня, на самом деле, три приключения на подводную тематику. Подводный мир, смерть на дне морском 2 и смерть на дне морском новый сезон. И я не помню точно, в каком хронологическом порядке они вообще должны идти. Итак, в общем, да, это вот такое вот озерце, которое я сделал. И тут, кстати, есть сюжет. Как я посмотрю, тут несколько актов и очень-очень много существ заменены. Но давайте будем представлять просто, что они рыбы. Что-нибудь тут еще есть интересное такое? А, нет. Тут больше ничего нет интересного. На самом деле, раньше меня Подводный мир достаточно здорово так привлекал. Тут есть, смотрите, сундук с сокровищами. Тут есть чучело, которое... Я любил делать вот такие чучело. Очень даже. И домик даже какой-то есть. И, я не знаю, вот такие вот озера, меня за них на сайте хвалили. Итак, играем мы за вот таких вот чуваков. Очень здорово. У нас есть свой собственный клад. В принципе, как вообще должны были выглядеть у нас рыбы? То есть, да, это такие одноногие существа должны были быть. Ну, вот да, как видите. Вот он, вот наш шашлынок, наш сквидвард. У него всего... У него одна нога. Почему? Дело в том, что это приключение я делал с модом на... Или с патчем, я не помню, что это такое. И, в общем, можно было полностью сделать ноги настолько тонкими, чтобы их не было. В общем, что тут надо делать? Надо найти нам крабика-торговца. Где наш краб-торговец? Вот он, краб-торговец, но самого краба, как понятно, нету. В общем, вот такое вот красивое озеро у нас тут. Да, краба тут нету, к сожалению. Представим просто, что это краб, давайте, да? Привет. Надо же, клиент. Много времени у меня не было посетителей. У меня для тебя сюрприз. Сегодня цена на предмет 2 спорлинга. Купите у краба корабль в бутылке за 2 спорлинга. Вот прямо на улице лежат 2 спорлинга, их не подбирает никто. Но бери корабль. Ну, а тут появляется момент, в котором я экономлю ваше время и говорю, что все, что нужно сделать для прохождения приключений, это дойти до дома. И все. Смерть на дне морском. Новый сезон 2010 года. Просто 2010 год. Окей, у нас есть какой-то музыкальный центр. А, это музыкальный центр в виде корабля. Знаете, пусть он и будет. Поговорим с капитаном. Просто фантастика, топливо кончилось. Надо вызвать мастеров, чтобы они починили корабль. Я всегда думал, что все так просто. Но на всякий случай исследуй местность. Тут может быть кто-то опасный. Когда все исследуешь, возвращайся. Естественно, посылают это нам, самым младшим. Из, блин, этих, я не знаю, кто это такие. Красивое растение. Что это было? Следование завершено. Вы обнаружили Акулу. Быстро, быстро надо поговорить с Тим Фюрером. Where is this, Пидор? Начальник выглядит так же, как и все. Поэтому я не могу понять, кто начальник и кто нет. Ну как исследование. Прости. Это шутка, да? Акула! Всем бежать! Нет, есть где. Адали Акулу. Акула все выжигает на своем пути. Вот это просто экшон. Если вы со мной не согласны, иду за задницу. Вот это экшон. Ну нахер я ее убью, короче. Молодец! Скоро за нами придут. Покидаем это грязное озеро. Окей, вот такой вышел вот ролик. И если честно, то получилось все немножечко не так насыщенно, как я хотел изначально. Все дело в том, что те карты, которые я создавал раньше, были достаточно скучными. По крайней мере, они сейчас мне такими кажутся. И смотреть вот просто на то, как я бегу с одной точки до другой и хожу, приношу что-то, не так интересно. Поэтому на этом ролик заканчивается. Спасибо за ваш просмотр. Всем спасибо. Всем до свидания.